Многие любят дыню, но далеко не все осознают её влияние на наше здоровье. Сегодня мы подготовили для вас много полезной информации. Посмотрев это видео до конца, вы точно узнаете, как дыня воздействует на наш организм, научитесь использовать её в лечебных целях, а также узнаете, почему дыню нельзя есть с другими продуктами. И ещё мы расскажем, кому и в каких случаях лучше воздержаться от употребления дыни, чтобы не навредить своему здоровью. Поэтому рекомендуем досмотреть это видео до конца, чтобы не пропустить очень важную для вашего здоровья информацию. В настоящее время дыня произрастает практически везде по всему миру, но родом она из умеренных и тропических регионов. Мы все любим её за прекрасный вкус и свойство утолять жажду. Но главное, она является источником многих важных элементов для нашего организма, и независимо от сорта, польза дыни остаётся неизменной. Это настоящий кладезь витаминов и минералов. Дыня содержит витамины А, С, бета-каротин и фолиевую кислоту, необходимые нашему организму. Железо также присутствует в этом сладком продукте. Причём дыня по количеству этого микроэлемента проигрывает только яблоку, и то незначительно. Если мы добавим дыню в свой рацион, то слабость и бледность нам точно не грозят, а производительность, наоборот, будет выше. Кроме того, дыня богата магнием, кальцием и фосфором, поэтому она чрезвычайно полезна для нашего сердца. Даже современная медицина советует дынную мякоть в качестве профилактики атеросклероза и других заболеваний сосудов и сердца. Немногие знают, что сок дыни – отличное средство для детоксикации. Чтобы очистить организм от токсинов, в течение 20 дней достаточно употреблять натощак 100 мл этого напитка. Но не чистого, а с использованием любых ягод. Для любителей с избыточным весом дыня просто незаменима, так как обладает мягким слабительным и мочегонным действием. По этой же причине дыню едят при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. Она также полезна при ревматических болях и заболеваниях печени. Друзья, как вы знаете, у нас есть телеграм-канал. Там мы публикуем много полезной информации по здоровью, долголетию, рецепты полезных блюд, а также много рецептов оздоровления. Если вдруг наш YouTube-канал удалят, мы всегда сможем быть с вами на связи. Сканируйте QR-код и переходите в наш телеграм-канал. Также вы можете перейти по ссылке в первом комментарии под этим видео. А мы продолжаем. Благодаря наличию бета-каротина и других антиоксидантов, дыня способствует замедлению процесса старения клеток, увеличивая их способность сопротивляться свободным радикалам. Это позволяет считать дыню антираковым продуктом. Дыня – настоящий антистресс. Как и многие другие бахчевые, она содержит соединения, которые помогают справиться с напряжением, благоприятно влияют на нервную систему и, как следствие, на работу всего организма. Уважаемые друзья, у нас к вам вопрос. А что вы делаете с дынными семечками? Или все же считаете отходами? И еще мы хотим сказать, что очень ценим ваши комментарии и признательно за то, что вы делитесь своим мнением. Ваш опыт очень полезен для каждого из нас. Огромное вам спасибо от нас и от наших зрителей. А сейчас мы вас сильно удивим. Если вы выбрасываете дынные семена, не торопитесь это делать, так как они приносят пользу нашему здоровью не меньше, чем сама дыня. Дело в том, что они содержат высокую концентрацию полезных веществ, в частности витамины А и ПП, а также фолиевую кислоту. Кроме того, с древних времен дынные семечки считались действенным афродизиаком, который способен оказывать положительное влияние на мужскую потенцию. С этой целью их употребляют, предварительно измельчив по одной чайной ложке три раза в день. Утром, сразу после пробуждения, перед сном и после обеда в течение часа. Благодаря этим крошечным семенам ускоряется обмен веществ. Они отлично влияют на центральную нервную систему и способны поддерживать хорошее состояние нашего зрения. После перенесенной болезни семена дыни могут в буквальном смысле поставить на ноги, поскольку помогают организму быстрее восстановиться и укрепить иммунную систему. Также они способствуют нормализации уровня холестерина в крови и предотвращают отложение вредных жиров в печени. Дынные семечки отлично подходят в качестве перекуса. Их можно добавлять в салаты, каши и даже выпечку. Высушенные семена дыни лучше хранить в темном и сухом месте, где они сохранят свои свойства примерно полгода. В народной медицине семена дыни используются как мощное очищающее средство. Прежде всего, они стимулируют работу желудочно-кишечного тракта, способствуют оздоровлению печени и стимулируют функцию почек. Семена дыни активно применяются при лечении заболеваний дыхательных путей, особенно при бронхитах. Содержащиеся в семенах вещества разжижают мокроту и способствуют ее удалению из организма. Для обеспечения сильного кашля и отхаркивания мокроты полезно принимать напиток из семян дыни. Для приготовления этого напитка нужно взять просушенные семечки, измельчить их в ступке или с помощью кофемолки, смешать одну часть семечек с восьмью частями воды и хорошенько растереть. Образовавшуюся смесь нужно процедить и добавить немного сахара, чтобы напиток приобрел приятный вкус. Принимать по 50 мл несколько раз в день за 20-30 минут до еды. Этот напиток смягчает кашель, уменьшает раздражение в горле и помогает откашливанию мокроты. Для снятия боли при подагре готовят отвар. Семена дыни смешивают с водой в соотношении 1 к 3 и кипятят на слабом огне в течение 10 минут. Затем пьют по 100 мл отвара 1 раз в день. Ценным средством для ухода за телом является отвар из семян дыни. Его применяют для умывания, ополаскивания волос после мытья, а также для приготовления ванночек для рук и ногтей. Для приготовления отвара берут 1 столовую ложку семян, заливают стаканом кипящей воды, доводят ее до кипения еще раз и варят на слабом огне в течение 3 минут. Затем отвар процеживают и используют, охладив до приемлемой температуры. Почему дыню нельзя есть с другими продуктами? Чтобы понять, как правильно есть дыню, нужно знать, что этот сладкий плод не задерживается в желудке. Переваривается он не в нем, а в кишечнике. А если у человека есть какие-либо проблемы с работой желудка и процесс переваривания дыни начинается не в кишечнике, то могут начаться проблемы с пищеварением. Именно поэтому врачи рекомендуют есть тыквенную культуру отдельно от других продуктов, чтобы другая еда не затрудняла процесс переваривания дыни. То есть ее можно употреблять как отдельный перекус или прием пищи. А людям с неправильной работой ЖКТ и вовсе не стоит злоупотреблять сладостью. В целом любой категории людей не стоит злоупотреблять дыней, ведь это не самая легкая пища для желудка. И теперь о противопоказаниях. Дынные семечки нельзя употреблять при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при других заболеваниях, связанных с повышенным выделением желудочного сока. При наличии проблем селезенки их нельзя употреблять на голодный желудок. Непосредственных противопоказаний к употреблению дыни нет, но тем, кто страдает дизентерией, расстройствами кишечника, приступами язвенной болезни, лучше ограничить употребление дыни или временно отказаться от нее. Также не рекомендуется употреблять дыню в сочетании с молочными продуктами и алкогольными напитками, поскольку такое совмещение может вызвать расстройство желудка. Не стоит забывать, что дыня имеет высокий гликемический индекс и содержит легко усваиваемые сахара, поэтому при сахарном диабете ее нельзя употреблять в больших количествах. Друзья, мы старались сделать этот выпуск максимально полезным. Будем благодарны за вашу поддержку, так как для нас каждый ваш комментарий очень важен. Будьте здоровы и активны, присоединяйтесь к нашему каналу. Здесь вы всегда найдете много полезной информации о долголетии и здоровье.